Дорогие украинцы, с вами влог Сергия Пуяркова, ничего святого Сергия Пуяркова, он регулярно меня обижает, но я хочу с вами все-таки посоветоваться, другого места не нашел, советуюсь отсюда. Я недавно уволил посла в Великобритании Пристайка, может не Пристайка, я уже не помню. Почему уволил? Потому что этот негодяй, когда я нахамил на саммите, он сказал, что мое хамство это не хамство, что это нездоровый сарказм. Этот негодяй посмел мое искреннее квартальное хамство обозвать каким-то непонятным для меня словом, сарказмом. Конечно, я его уволил, но вы же понимаете, что я не уволил того, кто продавал украинской армии зимой дизель по 80 гривен. Но он же продавал со мной, согласовав, он же откатывал. Яйца опять-таки по сходной цене продавал. Я не уволил, потому что нормальные люди, со мной же все согласовано. А этот негодяй не согласовал, поэтому я его уволил. И теперь у меня к вам вопрос. Кого назначить вместо пристайки? У меня есть три варианта. Можно назначить безуглую. Хороший вариант, по-моему. Ну, Третьякова, мне кажется, вообще не вариант. А что-то она просто, ну, как-то что-то англичанам не зайдет. Мне так кажется. Можно назначить второй вариант. Это Юлечку Мендель. Она уже там давно засиделась, застоялась, тоской покрылась. Я ее давно не употреблял. Ни по будням, ни по небудням. У нас не было ни по небушек давно. Да, ни по небудням не было ни по небушек, да. А еще есть вариант, мне тут подсказали, да. Очень хороший вариант, да. Ну, просто дипломат от Бога, да. Надя Савченко. Говорят, что она, только она вот может полноценно, да, представлять меня в Великобритании. Дорогие друзья, смотрите, Зеленский уволил профессионала, карьерного дипломата, который по понятным причинам вот это хамство нашего президента попытался как-то списать, вот как-то дипломатично увести в сторону. Он объяснил, ну, как это положено у дипломата, вежливо, что наш президент не тупой хам, который, как, блин, слон в посудной лавке, вот лезет свиным рылом в калашный ряд. Нет. Он сказал, что это была неудачная шутка, что, ну, со всеми бывает, ну, каждый президент может, как бы, пошутить немного неудачно. Может, там, подскользнуться на трапе, ну, бывает такое, что он сказал на дипломатическом языке, что наш президент не хам, а вот, ну, просто сарказм был, ну, нездоровый со всеми бывает. Он попытался исправить ошибку вот этого криворогуля, который зарез и нахамил на международном саммите. Что сделал наш президент? Он уволил карьерного дипломата, и ему абсолютно начать, принесет это вред Украине или нет. Если бы Зеленский думал об Украине, она с вами, о помощи, о помощи, потому что при пристайке Англии, то есть, смотрите, нам давали помощь в таком количестве, в котором не давал никто. То есть, если посмотреть пропорцию помощи англичан, ну, пропорция помощи и их бюджет, то это даже больше, чем давали американцы. И остальные европейцы, потому что он-то как раз вот уволенный дипломат и был тем мостиком, который помогал это все делать. Вот он на своих плечах вынес эту тяжелейшую работу. Когда наш президент в тысячный раз обгадился публично, а относятся к нему, я вам скажу честно, у меня есть много знакомых, ну, в том числе в дипломатических, скажем, кругах, они все как один говорят, что до 24 февраля со смехом и презрением относились к дурацким выходкам Зеленского, очень нелицеприятно отзывались о его интеллектуальных способностях и вообще все прекрасно понимали, что он далек от даже приблизительного понимания, что такое политика, дипломатия. И вот сейчас по простой детской обиде, по неумению заварить хлеборезку и ради Украины наступить на горло своей хрипатой песни, потому что такого посла нужно было оставлять. Ты можешь кулуарно где-то сказать, что ты недоволен, объяснить, что тебе это не нравится, что ты этого не ожидал, устроить не публичную выволочку, но главное для нас это польза для Украины. Вот это основное, кого он теперь собирается назначать. Ну, мы же помним, да, в Болгарию какую-то звездулетку направили такую, что просто весь мир оборжался. То есть фактически назначение посла в Болгарию принесло колоссальный вред отношений Украины и Болгарии, потому что назначая вот этих эскортниц, каких-то там секс-тренеров, там еще кого-то, они опускают уровень, профессиональный уровень украинской дипломатии и усложняют помощь нам, нам всем вместе, как украинскому народу. Зачем была эта идиотская выходка? Вот мы увольняем нашего посла. И что? Зеленский когда-то сказал, что если я нарушу закон, это он нам пообещал, то я сам уйду. Причем вы уже, как и я, наверное, мы задолбались считать, сколько раз он уже не ушел. Если записывать в тетрадку, так ученическая тетрадка уже закончилась. И наши западные партнеры прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Нами управляет Ермак. То есть на самом деле страной управляет такой триумвират. Это троица, это там Архамия при делах, у него там есть своя целая куча людей, и Сольский, и все остальные, у него своя группа. Шмыгальт имеется в группу, и Ермак является фактически... Я не буду перечислять, кто в какой группе, потому что это скучно, долго и блога не хватит. Но нами управляют люди, за которых мы с вами, в общем-то, не голосовали. Мы не голосовали, чтобы Ермак управлял Украиной. Мы не голосовали за то, чтобы функцию управления страной исполняли вот эти темные, ну, смрадные и вонючие достаточно квартальные лошадки. И наши западные партнеры прекрасно понимают ту глупочайшую степень непрофессионализма и полной ментальной ухайдоконности тех, кто принимает сегодня в Украине решение. Мы побеждаем с вами не благодаря руководству Зеленского и его шоблы, а вопреки. И вот поэтому мы во всем мире вызываем, знаете, такое благоговение и восторг. Как нация вот в таких жесточайших условиях сумела добиться таких результатов вопреки всему? Вот поэтому нас весь мир так и уважает, потому что, несмотря ни на что, даже на идиотский выбор 2019 года, все-таки мы показали себя с хорошей стороны. И о вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии, распространите в соцсетях, если вы со мной согласны, очень мне поможете. А победа, друзья, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.